доброго времени суток друзья ну что снова рад вас видеть так сказать на новом моем курсе по блендеру для новичков будем делать новую модельку но для начала я хотел бы сказать огромное спасибо всем своим подписчикам пусть их даже немного но большая вам благодарность что вы подписались ставите лайки смотрите видео да не только подписчикам но и тем кто вновь только прибыл кто просто посмотрел видео отдельное спасибо вам за комментарии за подробные комментарии за то что делитесь своими идеями мыслями вопросами много было вопросов как видели я стараюсь своевременно отвечать на них поэтому большое вам спасибо ну теперь перейдем непосредственно нашему так сказать курсу что в этом в этот раз я хочу сделать я присмотрел такую вот не сложную модельку но она уже будет немножко посложнее чем мы делали с вами медицинский бокс здесь уже будет побольше работы с бокс каттером и хардопсом более интересная моделька вы наверное сразу спросите почему я подбираю примерно такие не очень сложные какие-то наподобие модели отвечу то что я в будущем хочу собрать классную сцену космическую стиле сай фай у меня уже есть в работе большой робот еще один будет у меня есть два пробса там генератор и радар они уже сделаны вот потом я от моделью помещения и мне нужны будут именно как раз не хватает очень вот таких вот небольших пробсов которые разбавляли бы сцену так сказать мелочевкой такой поэтому я сейчас подбираю возможно это будет такая же моделька и еще две три наверное я несложный буду брать но и заодно для новичков это хорошая так сказать набивание руки несложные модельки при также привыкнуть к бокс каттеру и хардопсу если вы установили пользуйтесь и хотите практиковаться в нем поэтому будем с вами делать вот такую вот модельку здесь видите уже какие-то более мелкие элементы здесь более интересные вырезы у нас будут заднюю стенку я тоже немножечко продумал там мы сделаем и ручку тоже дополнительную какой-то рисунок с вами сделаем также будем как из прошлом уроке запекать карты марма с эти редактировать если надо будет и я думаю уже на этом курсе мы с вами более получше поработаем с абстансе больше поработаем с генераторами поэтому я думаю будет очень интересно если вы подписаны обязательно смотрите все видео если вы только пришли смотрите это видео обязательно подписывайтесь ставьте лайки комментируйте мне будет интересно почитать ну что ж давайте приступим ну давайте начинать друзьям скажу сразу мне писали в комментариях по поводу горячих клавиш смотрите я их включаю но по какой-то неведомой мне причине возможно потому что новая версия у меня 402 стоит и расширение скринкаст и как-то нестабильно работает я правда стараюсь слежу за тем что проширение стояли более свежие если они выходят обновляюсь своевременно но тем не менее они почему-то иногда сами отваливаются отключаются я тогда буду за этим и более-менее нормально следить чаще смотреть включать но если все же опять же на какой-то момент они отключатся извините я думаю что я увижу и постараюсь побыстрее их снова включить а также 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 я скажу что буду стараться записывать по 30 по 40 минут уроки потому что больше я думаю нет смысла записывать это тяжело для новичков смотреть я сам точно также смотрел мне хватало рака тире 50 минут поэтому вот в этих районах от 30 до 50 я буду записывать будет проще смотреть удобнее ну поехали я в цену добавил так сказать ориентир предварительный манекенчик у на меня метр восемьдесят по единицам я работаю в миллиметрах мне это привычно вы смотрите сами в каких вы работаете учитывайте это если у вас сантиметры значит у вас должно быть мне 180 а не 1800 а это для начального ориентира для нашего драфтика так сказать но поехали создадим кубик создадим кубик два метра он у меня это много мы его проски лим давайте наверно сделаем метр двадцать посмотрим метр двадцать это же наверно многовато давайте метр десять сделаем да 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 круто я думаю этого будет достаточно да отлично поставим y0 и так это мы сейчас чуть позже сделаем поставим высоту у нас 1100 пополам и 550 он ровно был ну да теперь зададим общую так сказать легкий такой драфтик так у нас он немножечко пошире где-то так по длине вроде неплохо смотрите в этом видео уроке наверно мы сделаем с вами основные формы по вырезаем посмотрим там может быть бэвел и фаски сделаем какие-то более-менее крупные детальки успеем сделать более мелкие уже будут ближе к концу поэтому сейчас я задаю общую форму какую-то потом и вырежем уже отделим как бы у нас будет две части основных и дальше мы будем работать так единственное по длине мне кажется очень очень он большеват так вот наверно так вот наверно да теперь нашего манекена я перенесу папочку template это наш будущий кубик я сразу перенесу сделаем high мне нашу темплейт мы скроем я пользуюсь горячими клавишами этом не расширение машин 3 tool ссылочки как всегда будут в описании на расширение hardops box cutter машин 3 tool эти hardops и box cutter они обновились я уже обновленную версию закину просто-напросто переустановите кто уже ставил более старую версию устанавливаете настраиваете все как обычно и edit preference на тот же машин 3 tool вот он у меня стоит можете на паузу посмотреть поставить посмотреть какие у меня настройки вот это вот это отдельно включается то есть я нажал у меня здесь настройки появились но я здесь ничего не настраиваю я по умолчанию просто включаю вот эти вот нюансы мира как бы я этим сейчас не пользуюсь я не всегда и включаю более-менее основная часть это у меня вот здесь моде моды спи сейфи это если например нажать контрол с вот это вот у меня менюшка хорошая быстро появляется до в юпи выравнивание это если я например хочу возьму точку до с этой точкой нажму альт эй и я могу выровнять одну точку относительно по правой по низу если они у меня расположены как-то это выше то соответственно я выберу эту вторым выберу эту и нажму топ у меня это выровняться вот ну и курсор то есть посмотрите вот эти у меня основные которые я всегда пользуюсь если что поставить у вас будет работать как у меня да ну и соответственно hardops box cutter у меня все стоит здесь как бы сильно настройки я их поставил и пользуюсь по умолчанию так что я хочу я хочу верно сейчас еще выровнять по центру по иксу мы тоже поставим 0 было для удобства по симметрии работать и у нас нулях теперь control а я применяю скил на чтоб у меня здесь было по нулям и давайте наверно зададим при помощи букс катера сделаем разделение нашего поехали я нажимаю alt v я назначил горячие клавиши к себе на hardops на бокс катер проверяю что у меня стоит здесь резать поставлю нгон мне надо будет удобно нгоном резать чтобы здесь первая иконка стояла это именно кат вот ортогональном режиме я перехожу и начинаю вырезку так сказать туда я сейчас не сильно прям отрабатываю потому что в любой момент мы сможем это чуть позже изменить здесь у меня как-то так идет дальше так наверное и вот так теперь смотрите я хочу сделать разделить я не хочу сейчас полностью отрезать удалить этот кусок если я нажму пробел у меня удалится например я покажу я сейчас таб нажал можете нажимать видите если я сейчас нажму пробел у меня вот так вот удалится а мне это не надо я хочу сделать просто слайс поэтому я нажимаю а x на клавиатуре веду до конца наш если я наведусь наверное по центру точку я могу в эту сторону чуть больше сделать и здесь чуть больше сделать видите то есть я с запасом беру и нажимаю пробел можно в принципе сразу фаску сделать но он здесь будет немножко не уместен потому что у нас как я смотрю в разных частях в разных углах он у нас немножечко разный поэтому я нажимаю пробел и у меня разделяется на два сегмента после бокс катера у меня образуется отдельная коллекция катер я ее всегда опускаю либо на второе место для удобства либо вниз и тоже скрываю шифт двоечка так как она у меня по счету вторая идет через машин 3 tool шифт 2 я ее скрываю и опять же если опять нажму шифт 2 сюда вы видите мышку то есть видите здесь она не срабатывает а сюда если вывести в окно она у меня скрывает эту коллекцию и отображает так теперь смотрим у нас здесь с вами вот здесь фаска бэвол побольше здесь и здесь у нас поменьше поэтому что я делаю я выбираю этот наш сегмент нажимаю q и нажимаю его скролл у меня снова выделяется наш боксовский тем что мы резали я его выбираю и также в режиме точек я могу его редактировать видите я сейчас выделил у меня выделение срабатывает бокс-каттер я нажимаю правой кнопкой отменить переключаюсь на мув у меня гизма про стоит я пользуюсь им мне нравится для удобства вы можете на мув вот и давайте поработаем теперь более детально с с формами здесь немножечко здесь как то так снизу наверное чуть-чуть еще приподнимем вот так теперь в режиме ребер я выберу эти два ребра ctrl b смотрите я стараюсь сделать нечетное количество так чтобы мне потом через один можно было удалить да смотрите если у меня сейчас по счету их пять штук то как раз второй и четвертый я смогу удалить у меня останется три это потом для оптимизации удобно поэтому делаете либо пять а затем семь в общем считайте я примерно делаю мне здесь нет наверное давайте больше я сделаю семь потом три можно удалить а где-то примерно так оставляю дальше я выбираю это ребро и это ребро здесь у нас будет уже в бэвэл поменьше ctrl b делаю поменьше сегментов мне хватит примерно так отлично дальше сверху снизу у нас ничего нету да отлично так теперь я хочу теперь 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 так у нас сейчас этот боксик находится в коллекции катар он у нас опять открылся глазик поэтому я нажимаю shift 2 снова скрываю теперь 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 что мы с вами сделаем наверное мы сделаем с вами сверху здесь вот этот момент я сейчас наверное сделаю поехали я наверно снова вызову его скролл выберу и наш боксик здесь полигончик опущу он не так торчал вот эти я снова выбираю аль дабл ее мой катар беру бокс смотрю чтоб у меня активирован был именно наш вот этот вот рамка и это пока примерно так ставлю нажму таб чтобы посмотреть давайте давайте наверное на всю длину сделаем да наверное на всю длину видите у меня с запасиком сюда выходит сюда немножко с запасом сделаю да теперь выберу наш так получается выделяем этот chrome нет нет отменю а значит мы значит мы что мы сделать можем ммм 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 здесь наверное нам надо на данном этапе применить применить чтобы подредактировать вот эти нюансы потому что здесь у нас не срабатывает здесь смотрим да давайте тогда значит форма у нас нормальная мы с вами здесь сделаем пью через зажатым контролом шарпен чтоб он нам подсветил ранее это будет удобно потом для бэвола а теперь а если я сейчас перейду в режим точек то я смогу уже так перехожу альт и у меня в мув выберу здесь здесь да давайте немножечко сделаем под больше так и эту часть здесь мы тоже через контрол шарпен применим и теперь можем подредактировать можем например включить магнитик сделать взять вертексы эти тяну за стрелочку навожусь на эту при магните можно через контрол сейчас новой версии если я например потяну зажатым контролом наведу сюда то он должен срабатывать но почему то не срабатывает смотрим так странно должен срабатывать в новой версии он срабатывает а у меня просто уже функция включена отключите магнитик и зажатым контролом он магнитит так отлично более-менее форму мы задали единственное наверное здесь высота большая нам она такая не нужна поэтому я можно выбрать два элемента и так а нам надо нам надо скорее всего только давайте выберем этот элемент выберем этот полигон да отлично теперь возьмем этот и с контролом и почему то не хочет срабатывать контрол отлично теперь смотрите я хочу я хочу по внешнему краю сделать фаску фаску здесь тоже у меня будет фаска здесь здесь контролом удобнее выбирать и 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 да да то что надо и на этой части тоже я сделаю а и 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 примерно так и и теперь а здесь у нас с вами так а а а а дальше 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 давайте наверное здесь сверху сделаем вот этот элемент, мне удобно будет чтоб он у меня был и сделаем обрез здесь поэтому я, что я делаю? я выделяю нашу эту часть я активирую Box Cutter проверяю чтоб у меня был кубик дальше я у нас примерно наверное будет где-то наверное от серединки сделаем так побольше, потому что в дальнейшем мы потом подрежем это дело теперь смотрите я я нажимаю i секунду не i прошу прощения j помню дальше я делаю чуть-чуть повыше теперь через q я evil scroll выбираю наш боксик и его опускаю это у меня чтобы был juneon juneon объединение так, супер супер давайте теперь теперь в режиме ребер мы сделаем здесь с вами bevel ctrl-b у нас у нас он здесь довольно такой широкий я думаю его только в 10 сегментов пусть будет в 10 дальше в режиме полигончиков я сделаю s shift z я изолирую ось z но многовато и по иксу я еще про скейлю делаю пониже да, где-то так давайте посмотрим два я скрою так добавим небольшой совсем маленький bevel сюда совсем примерно одинаковый bevel сюда да, чтобы у нас здесь было примерно одинаково сейчас уже более-менее классно отрабатывает теперь как я говорил я здесь давайте посмотрим что у нас тут убираем вот верно вот вот верно я так здесь у нас видимо что-то мы сказать натворили поэтому нам сейчас надо это как-то подправить как мы это можем подправить не в ущерб так сказать смотрим здесь и здесь мы можем наверно залить а это нам не надо смотрим здесь у нас какие-то ребра лишние сразу здесь достроим так здесь у нас двоичные точки здесь тоже здесь у нас нету поэтому мы здесь тоже это ребро удалим построим f так теперь и и и и и Так, после таких манипуляций, смотрите, нам надо желательно сразу проверить нормали, чтобы они у нас были. У нас все хорошо. Посредством блендера можно здесь посмотреть. Face Orientation. Сейчас у нас все нормально. Проверим, да. Да-да-да. Отлично. Так, теперь я выбираю наш верхнюю часть. И теперь бокс-каттера мы сейчас сделаем здесь вырез. Ну, у нас примерно будет где-то здесь на середине. Так, я активирую менюшку, беру NGON. Проверяю, чтобы у меня выделен был именно наш элемент. И где-то под таким вот углом, больше пускай будет. Через правую кнопочку я отменяю. Смотрите, у вас может сразу не сработать, если только поставили. Вам надо будет зайти в настройки и в разделе Input поставить галочку отмена NGON на правой кнопочкой. Здесь у вас не будет галочки. Вам надо будет поставить. Тогда можно будет еще правой кнопкой отменять. Сделаю. Наверное. Возьму. Если я зажму Ctrl, я могу произвольный угол делать. Если без Ctrl, он у меня примагничивается. Поэтому я с Ctrl посмотрю, чтобы у меня примерно было параллельно этому. Где-то, наверное, вот так. Дальше вниз. И с запасом сюда вывожу. И нажимаю пробел. Посмотрим, что он у нас. А-а-а. Здесь, наверное, потому что... Здесь, здесь, здесь у нас что? Здесь у нас опять... Пойти, наверное, здесь можно будет достроить. Здесь достроить. Здесь достроить. Дальше, наверное, здесь мы нажмем X. Достроим ребро. Не хочет? Не хочет. Почему? Ничего страшного. Мы сейчас это подправим. Мы в режиме ребер Ctrl-R Просто достроим. Достроим. Здесь мы приконнектим. То бишь, M и At Last. И через F достроим здесь. И через F достроим здесь. Давайте тогда просто попробуем. Попробуем. Давайте, наверное, туда законнектим. Чтобы у нас ничего уже такого не двоилось. Так, эти грани нам не надо, чтобы помечались. Делаем марк. Отлично. Все. Здесь мы с вами подправили. Теперь, что я хочу. Давайте еще. У нас время есть. Что мы можем с вами такого сделать? Подумаем. Давайте, наверное, сделаем вот эту часть. Она как бы... А, можно сейчас вот эту вот сделать вырез. И сделаем, успеем вот эту часть боковую. Да. И потом как раз уже начнем зеркалить. Пользоваться функцией симметрии или миррором. Поэтому... Давайте здесь вырежем. И посередине. Так. Снова я беру... Активирую бокс-каттер. Проверяю, чтобы у меня стоял NGON. НГОН. И... Так. У нас примерно... Через контрол вот так. Плюс-минус. И где-то не так уж высоко. Видите, у меня выбрана этот был элемент. Поэтому он ничего не вырезал. Нам надо выбрать этот. Так. Давайте, наверное, здесь чуть-чуть... Проскроллим и... Чуть больше сдвинем. Выделяем эту часть. Снова. Контролом. Как-то здесь. Вот так, наверное. Делаем эти части чуть повыше. Как-то, наверное, так. Привдвоечка скроем. Да. Поехали дальше. И теперь вырежем, наверное, сделаем эту часть. Так. Здесь, смотрите, здесь она у нас... Здесь будут элементы мелкие. Поэтому вот эту часть мы, наверное, сделаем полностью отдельно. Можно было бы, конечно, через бокс-каттер и через джоинт сделать как одну. Но, опять же, если мы это сделаем, у нас вот эти элементы потом будут плохо вырезаться. Поэтому мне удобнее будет полностью вот эту крышку сделать отдельным. Да, пускай будет отдельным у нас. Так, я беру... Так, так, так. А как бы нам это сделать изначально? Да, наверное, мы можем... Знаете, как сделать? Мы можем сделать с вами... Если у нас ничего не выбрано, активируем бокс-каттер и выбираем квадрат наш. Смотрим, чтобы никакой элемент не был выделен. И берем... Так, я сразу отредактирую. Смотрите, у меня немножко здесь прямоугольник получается, но нам нужен квадрат. Поэтому, скорее всего, вот здесь эти элементы нам надо пододвинуть немножко. Так, и, наверное, давайте попробуем здесь. Что-то, наверное, так. Смотрим, чтобы ничего у нас не сбилось. Все хорошо. Опять же, смотрю, чтобы ничего не выделено было. Поактивирую бокс-каттер. Делаю... Делаю... Вывожу, наверное, наперед. Дальше нажимаю B. Делаю... Bevel. Сколько у меня там, посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В десять итераций. 9, 10. Снизу у меня написано Bevel Segment. Смотрим... Примерно... Примерно даже чуть-чуть больше. Делаем высоту. Садник немного убираем. И пробел. Все, у нас это получается как отдельный элемент. Сразу его поместим в коллекцию. Теперь я хочу... Нам надо будет, наверное, применить сначала... О, да. Хотя, наверное, посмотрим... Так, через control делаем. Угу. Угу. Так, а почему он у нас... Если он у нас... Cube. Так, ну, давайте, наверное, просто-напросто его... А... 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 Отконнектим. Пересконтрол. И вопрос... Залим. Так, теперь я хочу... Снова сделаем... Снимем марку... Через control B... Так, теперь полигончик делаем... А... Делаем scale... Изолируем по X... Нам не надо... Делаем S, shift X... Филем... И немного утопим, потому что... Там... Это мы потом при опонимизации сделаем. Теперь у нас делаем... Bevel... Только... Bevel у нас немножко некрасивый... Через control A мы делаем... Scale... Снова Bevel... Тоже небольшой... А дальше мы выберем... Loop... И сделаем еще через control B... Одну итерацию сделаем... Мне не нравится... Station and scale еще сделаем... Смотрим... Сейчас мы посмотрим... Попробуем это исправить... За счет то, что у нас здесь угол... Смотрим, что у нас Bevel... Нам Bevel... Здесь даже и не нужен... Ммм... Здесь, наверное, сейчас я отменю и... Смотрим... Пробуем... S Shift X... Чуть больше угол сделать... Control... Control A... Дальше... С Alt... Попробуем... Все не то и все не так... Что мы можем еще сделать с вами... Что мы можем еще сделать с вами... так давайте давайте наверное оставлю в этом уроке как раз уже и 50 минут плюс еще будет вступительное видео я закончу я подумаю как это сделать и уже в следующем уроке мы с вами начнем с того что мы делаем все таки эту фаску я подумаю как это лучше сделать и начнем как раз именно с этой фаски смотрите я сейчас отменяю ставлю чтоб у нас было вот так и я потом подумаю немножечко переиграем как лучше это сделать а на этом видео пока миссия останавливаем увидимся уже с вами в следующем видео уроке спасибо что присоединились посмотрели и конечно же опять же с нетерпением жду уже на следующем уроке всем пока пока пока